добрый день посмотрела ваше задание вы все-таки некорректно посмотрели урок давайте покажу почему вот ваш принт да вы создали рапорт смотрите всю красоту мы наводим на моменте рапорта после того как сформирован рапорт начинается техническая работа во следующем уроке будет показано как это сделать автоматически в программе я хочу чтобы вы усвоили принцип поэтому пожалуйста внимательно смотрите вот у нас с вами то что выходит за грань да вот она соответственно вот этот рак должен вот этими своими клешнями повторится вот здесь у вас его нету в повторе в описании урока очень четко показано как сдвинуть ровно на размер рапорта еще раз это вот прям по тексту можно идти и его туда переместить то есть по факту у вас рак я с руками его перемещу просто чтобы вы видели да как он настроен он должен настроиться вот таким образом рак у вас должен поместиться здесь и когда будет дублироваться этот рапорт то у вас получится вот этот рак от дублируются сюда здесь у вас техническая правка пойдет в чем вот этот пузырик он мешается вы его отодвигаете после этого смотрите вот здесь снизу у вас выпирает две черепашки у вас выпирает вот это все тоже должно сдублироваться наверх дублирую руками у вас написано как дублировать чтобы она перемещалась ровно на размер рапорта да то есть я сюда вот это все перемещаю чтобы вот вы увидели она вот так переместиться вот и вот эта часть уже будет дублировать здесь вам нужно смотрите править акулу вас акула не на месте технически я ее перемещаю Потому что она у меня, получается, сталкивается с черепахой Вот эта акула тоже, я считаю, что она просто не нужна Вот эта будет лишняя, она вам будет мешать Вот эта черепаха, она тоже немножко странная Она каким-то куском, то есть, по сути, вот эта черепаха тоже не нужна Она будет мешаться Мы правим именно технически Вот здесь у вас правильно сделано Но почему она стала другим цветом? У вас получится хвост одного цвета, а вот эта штука другого То есть, соответственно, эта рыба, она должна быть абсолютно одинаковая Соответственно, это тоже мы с вами делаем И смотрим, вот здесь кружочек И этот же кружочек должен быть здесь Сейчас я не очень ровно совместила, поэтому, возможно, у меня не совсем корректно получится принт Дальше вы правильно сделали Вы нарисовали прямоугольник цветом заливки Теперь нам нужно сдублировать этот прямоугольник или квадрат В зависимости от того, что у нас квадрат сейчас, да? Ctrl-C Я его дублирую Ctrl-B Помещаю на самый задний план Еще раз проверяю И делаю его без цвета контура и без цвета заливки После этого все вместе это выбираю И вот сейчас посмотрим, насколько правильно мы все это собрали Перетаскиваю И давайте проверим Сейчас мы удалим И выберем прямоугольничек Я обычно проверяю прямоугольничком И ему даем заливку Вот смотрите, вот здесь у нас сразу вылезло, что у нас не совпало У нас не совпал кружочек Вот здесь вот рыбка у нас, вот смотрите, выплыла, а мордочки нету Вот она нам и показывает, что мордочки нету Вот он наш рак Рак состыковался, видите? Где еще у нас ошибка? То есть, в принципе, вот эту рыбу одну можно просто убрать Например, мы ее просто убираем Где у нас кружочек? Вот рядом с этой рыбой Какая-то ерунда происходит Смотрите, она почему-то обрезается Почему она обрезается? Все нормально должно быть Так, кружочки тоже выходящие за край Я бы их рекомендовала просто технически перенести внутрь Чтобы не мучиться с раздублированием этих кружочков Так просто проще Но у вас прописана вся система, как это все сделать Мы с вами кружочки стараемся замести вот сюда Так, вот этот кружочек, да? Поправили Давайте, вот я сейчас поправила Посмотрим, еще раз все выделяю И еще раз заношу Это технически, как это делается Следующий урок вы посмотрите Программа это делает сейчас автоматически Вот, видите, я поправила И все нормализовалось В общем и целом, принт смотрится бесшовно Можно уже править детали Вот здесь, например, пустое место Я могу сюда переместить кружочек, чтобы оно заполнилось Дальше смотрю, вот здесь как-то пустовато Я сюда тоже кружочек перемещаю После того, как я это все переместила Еще раз создаю рапорт И переношу До версии Adobe Illustrator CS6 Когда не было Pattern Generator Мы делали вот это руками В следующем уроке Вы посмотрите, как делается с помощью Pattern Generator Там это все делается внутри настроек Но вы должны понимать принцип На основе которого формируют Вот я на вашем принте разобрала Пожалуйста, еще раз его сделайте Я хочу, чтобы вы это поняли Вам это для работы будет нужно Вы сможете делать любые заливки Вы сможете делать любые рапортные принты И у вас все будет отлично получаться Еще раз посмотрите, сделайте И задайте мне вопросы, что осталось непонятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!